друзья добрый день сегодня сбилась уже чем-то друзья добрый день у нас сегодня 4 октября 2022 года московское время 12 часов 2 минуты сегодня второй день нашей конференции и мы его начинаем вот с утренней или дневной как мы называем сессии на которой будет 5 докладов работаем сегодня с 12 часов от двух минут до 14 часов 30 минут и ведет будет председательствовать у нас анатолий иванович клево включая микрофон то ты его включил пожалуйста спасибо за доверие значит сегодняшняя секция она обозначена в программе значит первые два доклада у нас так имеет биологический уклон значит и будет представлять виктор панчелюга первый доклад это индукция адаптивного ответа у мышей непрямым действием циркулирующего пара прошедшего через высоковольтную разрядную камеру второй доклад видимо связан с первым биологические эффекты в окрестностях мощного электрического разряда с потоком воды и пара значит ну вот виктор я напоминаю что и всем остальным автором презентации что регламент надо выполнять значит 20 минут на доклад и 10 минут на вопросы и того на каждого на каждого на каждый доклад по 30 минут пожалуйста придерживайтесь этого реакта регламента спасибо виктор тебе представляется словом а ты мог бы пока слайда включить вот пока слайдов кнопочка чтобы мы побольше экран видели верху вот смотри там пока слайдов написано командной строке после красной строки у тебя есть значит команды пока слайдов видишь это я знаю меня просто тут это зумовская панель а вот сейчас ну ладно давай делать так как тебе все я я я попытаюсь если будут листаться сейчас отлично спасибо у вас перевеснулся слайд да да нормально молодец хорошо а тогда так как биологические методы которые использовались для анализа вот влияние мышей влияние на мышей одинаковые вот в обоих докладах они отличаются только схемой организации этого влияния то эти оба доклада я объединяю в один ну чтобы с одной стороны не повторяться и так первый доклад индукция адаптивного ответа мышей непрямым действием циркулирующая пара прошедшего через высоковольтную разрядную камеру как я уже неоднократно говорил и на семинарах и на конференции вот такой биологической части наших исследований основная проблема ну наверно сначала надо сказать что вот основным объектом который нас интересует это действие именно странного излучения на биологической системы потому что вот в процессе разряда в большинстве установок вот самых разных генерится большое количество действующих факторов которые ну худо-бедно изучен это электромагнитные поля широкого спектра там акустические какие-то корпускулярные изучения а вот это изучалось и мы более-менее понимаем что мы можем от этого ждать но вот есть некий фактор который в этом докладе называть странное изучение темный водород валер николаевич называет есть еще полтора десятка названий но вот этот фактор хотелось бы выделить и как наши работы так и работы других групп были доклады на семинары они на это направлены но основная проблема здесь это адекватные контроль и биологические системы они как правило чрезвычайно чувствительные широкому спектру воздействий и поэтому в общем то любой биологический эксперимент настроиться таким образом что у нас есть некоторые воздействия и обязательно есть контроль в котором присутствуют все те же воздействия за исключение вот того которое мы пытаемся изучить из такой принцип прочих равных условий и вот этот принцип он очень тяжело вот соблюдается в большинстве экспериментов и в общем то на мой взгляд до конца не соблюден и в большинстве опубликованных работ на эту тему то есть у нас на контрольную группу и на экспериментальную группу кроме а вот предполагаемого страну изучения в неравной степени действуют другие факторы и мы можем и мы знаем что эти факторы могут приводить каким-то биологическим реакциям поэтому вот наша работа она на самом деле направлена в первую очередь на соблюдение на на создание системы который позволил соблюсти вот этот принцип прочих равных условий ну и первый вариант такой системы он показан на слайде мы его создавали совместно с валерий николаевичем игорь николаевич степанов вот здесь тоже руку приложил идея была следующая что у нас есть высоковольтный электрический разряд в камере в которую подается пар от парогенератора дальше на фото я все это продемонстрирую и камеры парогенераторы значит здесь генератор генерация частицы странного излучения которые потоком пара которая связывается вот молекулы воды и потоком пара они транспортируются экспериментальный бокс ну вот это расстояние это но сантиметров 10 вот от разрядной камеры до экспериментальной бокса рядом точно таком же положении по отношению вот к разрядной камере первую очередь как бы вот к самому разрядному промежутку находится контрольный бокс который с идентичного парогенератора с отдельного но идентичного парогенератора подается точно такой же пар но естественно он не проходит через разрядную камеру и на 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 наши первые эксперименты они состояли в том чтобы посмотреть будут ли разница разница была я об этом докладывал но со временем как-то пришло осознание что да мы здесь вот по отношению к электромагнитному излучению мы действительно выровняли вот за счет геометрии эксперимента то есть вот этот принцип прочих равных условий соблюдается но кроме странного излучения высоковольтный разряд он генерирует еще ряд факторов например озон там какие-то частицы могут тоже переноситься этим парам и вот в таком химическом отношении вот эта система она получается не эквивалентно то есть мы мы не можем вот как бы подпустить такое количество допустим озонов контрольный бокс вот и поэтому вот есть подозрение что они вызваны ли наблюдаемые нами эффекты вот 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 этими химическими факторами это исключить данной постановки нельзя поэтому но вот время между тем докладами этим она была направлена в первую очередь на поиск вот какого-то но во-первых крайне желательно очень тихого источника странного излучения было несколько идей вот которые пока не удалось реализовать но учить чисто по как бы техническим и организационным причинам уже где-то финансовым вот и ну вот я немножко прерву вынить рассказа вот это фото которое демонстрирует эту схему то есть вот разрядная камера снята верхняя крышка то есть все герметично вот здесь она показана вот эта трубочка и здесь уже экспериментальный бокс но здесь показан используем нами источник высокого напряжения но вот верхняя крышка она показывает ну что это все сделано с довольно толстой стали все тут очень тщательно пригнано заземляется вот экспериментальный бокс вот шланг идет из разрядной камеры и контрольный так такой же шланг идет от парогенератора который внизу и вот на на фото слева они показаны эти парогенераторы вот здесь он тоже виден и как бы отличительной вот чертой этой системы является то что вот из контрольного экспериментального бокса пар дальше транспортируется но здесь вот такой смеситель и вот поэтому по этой черной трубе он идет вытяжную систему которая состоит из водяного фильтра но вот она она вынесена за пределы лаборатория за окном то есть пар проходит через водяной фильтр но этому как бы с некоторых таких уже экологическое соображение его делали и выкидывается уже в атмосферу и вот эта вытяжная система она создает некоторое такое отрицательное давление внутри системы таким образом чтобы вот пар он в ходе эксперимента он не попадает в атмосферу лабораторного помещения то есть она если даже где-то там она все сделано герметичной но даже если где-то вот эта герметичность нарушена то она будет немножко подсасывать воздух но не но система у нас достаточно герметично или если вот мощность этого насоса чуть-чуть поднять он может даже высасывать воду из парогенераторов а вот поэтому здесь такое не очень большое давление но 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 вот пар постоянно за счет этого транспортируется по всем этим паропроводам вот обоих парогенераторов здесь вот они показаны такими квадратиками экспериментальной контрольной и через водяной фильтр виктор можно я вот комментарий коротенький очень да потому что не непонимание мы называем это слово пар это пар в кавычках надо считать потому что это на самом деле вода воздушная смесь там это не пар из чайника который горячий а это пар это просто такая вот гетерогенная смесь воды и воздуха то есть мы пар просто это это такой наш внутренний термин на самом деле это гетерогенная смесь воды воды и воздуха увлажнитель на базе увлажнителя или вы все-таки чайника нет нет на базе увлажнителя там стоит ультразвуковой генератор типа туманов скорее да да это туману то есть такие водяные кластеры наверно нет но это на базе какого стандартного прибора там чайник увлажнитель вы же брали какой-то вот я смотрю агрегат увлажнитель воздуха они ультразвуковые то есть это такой холодный пар вот для для краткости мы называем пар но вот теперь понятно что мы под этим имею ввиду а вот и потому что потому что пар используют например анатолий иванович он вообще ничего не поймет настоящий пар иногда иногда игорь николаевич использует пар да тоже там пар настоящий вот и поэтому эта установка вот чтобы как-то ну по сути это была некая такая поисковая идея чтоб вот убрать вот этот фактор но некоторые не эквивалентности но скажем так возможно и хотя она скорее всего действительно как-то реализуется химического состава вот пара в экспериментальном и к и контрольных боксах момент был модернизирован следующим образом то есть на вот такие высокие стеклянные стаканы вот здесь справа внизу показано было намотана такая паровая катушка из вот того же шланга силиконового вот и было сделано две идентичных катушки с одинаковым числом витков с одинаковой намоткой и они были включены вот между разрядной камерой и вот этими боксами но то есть в этой в этом варианте установки эти боксы но вот в одном эксперименте мы их использовали то есть смотрели животных здесь и здесь но в дальнейшем они ну вот это просто часть вот такого пара проводы то есть они не используются они просто герметичные и вот чтобы зря не переделывать через них пар из катушек трансформируется наружу вот и ну соответственно катушка экспериментальная пар из разрядной камеры через нее транспортируется а контрольная вот того же пара генератора то есть мы всегда используем однотипные пары генераторы хотя они скорее всего все что есть на рынке она однотипно это сессию раскрутить но мы берем уже строго одну и ту же модель и вот это чистые пару словно транспортируется через экспериментальную катушку ну и естественно что давление которое там скорости это единая система то есть она автоматически выравнивается и несколько слов все-таки непонятно роль катушки ты вот такими намотками прочим это затуманил основной основной идею для чего катушка то сделано не так катушка сделано для того чтобы убрать мышей из атмосферы этого пара то есть идея была внутри катушки сидят вот это вот они сидят внутри то есть она навита на стеклянный стакан и они катушки сидят мыши ты этого ни разу не сказала а в камере уже через который проходит никаких мышей нету они внутри катушки сидят да мне кажется это сказал но не сказал вот самое главное они сидят внутри стеклянного стакана на которой навита эта катушка да самое главное то есть экспериментальная группа вот еще раз сидит внутри стакана по катушке которого транспортируется газ из-за разрядной камеры а контрольного внутри стакана по катушке которого транспортируется газ из чистого парогенератора вот я была такая что вот если пар вроде из предыдущего это следовало транспортирует вот эти частицы странное излучение то они каким-то образом могут проникать вот в эту катушку и вот мы сможем получить действительно уже чистый эксперимент потому что геометрия выбрана так что вот если какое то есть остаточное излучение она конечно всегда немножко присутствует несмотря на всех заземления экраны а снаружи вот этого корпуса стального разрядной камеры то она одинаково будет и в опыте и и в контроле но и вот за счет такой конструкции и воздух которым дышат мыши он одинаковый то есть это лабораторная воздух лабораторного помещения но здесь вот могут присутствовать частицы странное излучение которое ну по идее не должны присутствовать или гораздо меньшей степени вот в контрольной катушке а теперь биологические методы здесь они перечислены которые использовались я не буду на них останавливаться это это то что мы делали но основное внимание она вот вам докладе будут уделено феномена который называется адаптивный ответ и который состоит в следующем было обнаружено что если вот некий существует некий повреждающий фактор это может быть какое-то излучение химическое воздействие кто а вот есть этот фактор в малых дозах в некоторых адаптирующих малых дозах он приводит к тому что у организма формируется так называемый адаптивный ответ состоящий в том что он становится более устойчивым более резистентным уже большим дозам вот этого повреждающего фактора и также вот важная особенность чего вот этого феномена является так называемая перекрестная адаптация то есть если какой-то фактор сформировал вот этот адаптивный ответ то организм в целом становится более устойчивым к воздействию факторов в другой природы в том числе то есть мы можем например взять рентгеновским излучением сформировать этот адаптивный ответ это хорошо изучено и вот как бы наши специалисты знает сколько надо рентген на сколько обучать и как это делать и тогда вот эта мышка она будет уже более устойчива и действию странного излучения и рентгена и каких-то других повреждающих воздействий а если мы сформировали этот адаптивный ответ организм становится более устойчивым вот и если на него подействовать большой дозой то она оказывает меньшее повреждающие действия но в том случае когда вот этого адаптивного ответа нет вот это воздействие может быть даже летально показано ну и я должен предупредить что все таки вот уже смотри почти 30 минут прошло значит чтоб ты ориентировался по времени да да аннатолий иванович но у меня два доклада как один поэтому я думаю что я увожу и даже чуть раньше а вот ну и и здесь показана уже схема эксперимента то есть всегда есть две группы мышей на одну действует вот наши странные излучения допустим после этого это контрольная группа после этого вот так называемая выявляющая доза ну здесь приведены полтора грея обучается обе группы и дальше так называемый микроядерный тест то есть смотрятся определенные клетки и и случае повреждения но в них появляются вот такие микроядра вот здесь показаны точечками ну и и нужно проанализировать но обычно несколько тысяч вот наших экспериментах анализировалась 5000 клеток то есть вот вы берете множество из 5000 клеток и считаете сколько вот в этих пяти тысячах вот есть таких микроядер и по часу этих микроядер можно оценить но как бы степень повреждений которые произошли и в случае если у вас вот что-то подействовало какой-то слабый фактор то вот в этой группе этих повреждений будут меньше если вы попали в диапазон вот этих адаптирующих доз чем в группе которая не подвергалась изначально никакому действию но вот эта идея того что мы делали ну и теперь результаты здесь представлены результаты трех серий экспериментов слева таблички значит первые две серии мы значит обучали но что значит обучает и включалась установка и в течение часа помещались мыши вот в эти катушки один день и потом еще в течение часа помещались вторая группа то есть одна группа обучалась один день вторая группа обучалась но как бы первый день и 2 сумме два дня вот и было обнаружено что вот при обучении течение при однократном обучении один день вот формируется то что мы называем адаптивный ответ то есть вот если посмотреть ну вот допустим мыши на которые ничем не воздействовали то есть вот число вот этих повреждений микроядер то вот адаптивный ответ он как раз состоит в том что вот это число значительно меньше и что я считаю чрезвычайно важно то есть но в каком-то смысле эти эксперименты они были сделаны но так на удачу то есть потому что изначально но не было полной уверенности что вот все таки мы мы можем там собрать какое-то странное звучание в этом стакане что там будут вообще какое-то воздействие но опыт был повторен три раза и в трех во всех случаях очень хорошо воспроизводился и вот во втором во второй серии точно также вот однократное обучение подтвердила вот этот адаптивный ответ но и в третьей серии мы уже два дня не обучали сделали однодневный эксперимент и точно также был получен вот этот адаптивный ответ но вот слева данные которые в этих таблицах они просто суммированы и вот не некая интегральная диаграмма она показана то есть вот это случай когда ничего не получается это чистый фон то есть число повреждений если взять вот мышку которая жила в виварии и вы не имела дело ни с каким рентгеном вот первый столбик это вот у нас полтора грея это тоже мышь которую просто обучили вот этой выявляющие дозой но предварительно она нигде не было следующие два столбика это наши контроли то есть то что находится вот в чистом пару видно что здесь ну практически то же самое то есть нет никакого воздействия и и результат в общем-то я думаю пределах точности он идентичен чисто вот контролю то есть когда мы берем просто мышей из вивария и даем полтора грея а вот два последних столбика они как раз соответствуют то есть вот пятый столбик это вот наш случай когда однократное обучение в течение 60 минут она понижает значимо вот число вот этих повреждений ну и в случае двукратного обучения тут 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 тоже есть небольшое понижение но уже очевидно что мы даем слишком большую дозу то есть адаптивный ответ это некий интервал куда то есть воздействие должно быть но она не должно быть слишком большим то есть вот в этом его смысл потому что если мы выходим за вот эту дозу адаптирующую то мы получаем уже просто повреждения вот ну и два дня то есть это вот вот где-то немножко вот она адаптирует но она уже вот по вот таким количественным оценкам видно что мы вышли за вот этот диапазон и как я уже упоминал вот есть такая такое свойство вот у этого феномена это кросс адаптация и она нам позволяет соотнести вот то повреждающее действие которое мы получили с ну допустим с тем что мы получаем с рентгеном который мы умеем мерить уже которые мы уже хорошо изучили и значит мы можем утверждать что вот это вот доза мы будем считать что это странное излучение которую получили мыши она эквивалента где-то от 5 сотых до пяти десятых грей а рентгеновское излучение то есть вот такое воздействие реально вот вызвал вот этот адаптивный ответ это что касается первого моего доклада и следующий он был направлен задача стоя та же самая попытаться как-то посмотреть биологические действия странного излучения и был проведен большой опыт лаборатории анатолий иванович а там был у него два генератора но у вас здесь схематично это все изображено то есть вот один значит генератор или источник и второй и вот цифры в кружочках они обозначают группы мышей две находились на расстоянии весь к 18 сантиметров это расстояние было выбрано исходя из того что вот если вот неким нейтронным дозиметром измерять фон в окрестности работающей установки то вот его показания вот в этих пределах там 18 там не знаю 20-30 сантиметров и допустим уже на расстоянии метр они различаются буквально на порядке то здесь это где-то было полторы тысячи здесь если я не ошибаюсь анатолий 10 а вот если вот было две группы они отличались тем но как бы кратностью воздействия были организованы как бы в виде последовательных включений установки продолжительностью 6 минут то есть одна группа находилась здесь течение четырех таких включений 2 течение двух но вот эти вот это стояло все время в течение четырех и вот эта группа она стояла все время когда работала эта установка и потом еще было значит отдельное включение второй установки тоже два раза вот и в качестве контроля используя были группы которая группа мышей то находилась соседнем помещении но на достаточном удаление вот от работающих установок но так как все эти мыши они ездили и спущено в москву то вот эта контрольная группа она была необходимо чтобы понять не впечатлило ли их что-нибудь очень сильно по дороге вот ну и дальше все происходило по стандартной методике о которой я уже сказал но здесь приведены фотографии которые вот показывают где находились эти клетки ну и некоторых участников эксперимента и такой полученный результат это этот эксперимент он я еще вернусь не очень такой чистый на мой взгляд потому что здесь достаточно очень сильное вот такое изучение и оптическое и акустическое там прям уши режет ну соответственно электромагнитная которым подвергались вот эти мышки и понятно что вот для для вот этих вот клеток которые находятся на расстоянии 18 сантиметров очень трудно создать контроль потому что вот клетка на расстоянии метра она использовалась как контроль но понятно что тут у нас квадратичная зависимость и уже все электромагнитные фоны вот в этом месте будут совершенно другие но это общая беда вот этих разрядных экспериментов то есть без специальных ухищрений адекватные контроли на мой взгляд здесь получить ну просто принципиально нельзя а вот ну и главный результат а главный результат такой что вот эти клетки которые находились на расстоянии 18 сантиметров они как раз и дали адаптивный ответ то есть вот та доза облучение которое вот мы получили она папа попадает вот в диапазон адаптирующих доз о которых шла речь выше при этом вот вот эти мыши они скорее всего наверно вышли за предел вот этой адаптирующей дозы а вот контроль то есть который та же кратность допустим что первая клетка четыре раза но на расстоянии 1 метр а я еще раз напомню что вот от источника вот это интенсивность излучения убывает очень резко то есть вот если здесь грубо говоря полторы тысячи здесь 15 вот и поэтому вот в силу того что именно в той зоне где вот интенсивность вот этого излучения измеренного вот этим нейтронным монитором максимально мы тоже можем ну с осторожностью предположить что вот этот адаптивный ответ он был вызван именно странным изучением и ну по действию он тоже эквивалентен но вот этим пять сотых пять десятых игры но вот здесь показан адаптивный ответ который получен искусственно то есть мы просто предварительно обучаем 10 грей и потом также выявляющая доза полтора грей но вот здесь было десять тысяч просмотренных клеток поэтому сравнивать надо вот значение в скобочках вот с этими то есть они находятся в одном диапазоне значения здесь даны абсолютно ненормирован ну и вот ходе этого эксперимента там вот здесь показано места где располагались еще значит флаконы с планариями я напомню немножко что что это такое то есть это пресноводные черви плоские от этого они получили свое название планарии они значит размер взрослой особи ну в районе сантиметра и они живут вот всегда на не на поверхности а вот как бы на поверхности дна водоема или каких-то ну и или на поверхности стенок вот той чашки петри или кого-то флакона которые помещены чрезвычайно интересный объект во-первых тем что является просто реконсменом по скорости регенерации а вот есть вы нами используется вот бесполая раса которая она размножается но пачкованием то есть если вы эту планарию нарежете на сколько-то кусочков то из каждого кусочка где-то недели через две сформируется новый организм то есть новая планария и вот они и вот это вот процесс отрастания как бы недостающей части организма вот регенерация планарий скорость этой регенерации она является одним из индикаторов которые используются вот в том числе при исследовании различных слабых воздействий на биологической системы вот и другой стороны эти вот вся жизнедеятельность планарий она очень сильно завязана на состоянии водной среды и поэтому ну вот они здесь были как раз вот в этой роли и приглашены в этот эксперимент но здесь вот показана фотография взрослого планария но вот так называемая головная часть но это не совсем голова и не совсем глаза в нашем понимании но выглядит так ну вот как проводятся обычные эксперименты то есть берется планария отсекается головная часть и дальше с помощью чеса некоторое время обычно по трех дней делаются цифровые фотографии этих планарий и но вот это прижизненная морфометрия здесь показана вот как бы хвостовая часть у которой отрос вот здесь беленькая уже некоторая бластема и вот измеряя площадь этой бластемы и как-то соотносят с площадью планария мы можем оценить скорость регенерации ну вот есть специальная программа которая облегчает этот процесс а ну это некоторые особенности эксперимента а это вот то что получилось на результат получился но в общем в некотором смысле а шокирующие специалистов по планариям потому что вот по их утверждению они подобные вещи видели впервые то есть я специально сюда подцепил еще вот эту гифку а вот чтобы было понятно в каком виде вот планария ну как выглядит планария регенерирующая планария и хвостовая часть ну в нормальном эксперименте когда на на нее чем-то подействовали и вот мы смотрим вот это бласты то что получилось здесь причем вот в этом эксперименте у нас и опыт и контроль выглядели примерно одинаково и вот как они выглядели показано ну тут вот несколько просто из большого количества фотографий которая иллюстрирует то что вот они были вот все такие скрюченные то есть вот в каком-то смысле вот вот хвостовые части они вообще куда-то ну то ли разложились или что-то с ними еще произошло то есть но но вот судя вот потому что значит получилось планария явно очень сильно отреагировали но то есть воздействие которого вот они испытали она очевидно повреждающие но при этом все-таки где-то вот присутствует вот эти регенерирующие части то есть очень плохо очень плохо но все-таки они как-то в этой воде жили так вот есть это регенерация вот ну и ну вот заключение по планариям то что опыт и контроль на расстоянии 18 и метр вот они очень мало отличаются везде наблюдается такая же картина очевидно что вот эти все свойства наблюдаемые результаты они как-то связаны со свойствами водной следы в которой были планарии ну вот поэтому конечно эти опыты нужно продолжать и вот возможно как-то включать в них саму водную среду то есть очевидно что в предыдущих экспериментах мы эту идею эксплуатировали что водная среда также как и пар может являться транспортером улавливать вот эти частицы странного излучения но и вот здесь мы видим возможный результат вот такого улавливания ну а на этом я свой доклад хочу закончить спасибо большое за внимание большое спасибо тебе за доклад ты уложился по времени это очень здорово значит благодарю тебя значит вот появились ряд вопросов мы имеем время на краткие вопросы на такую вот дискуссию давайте на вечер как все уже договорились переносить будем длинные вопросы и дискуссию на вечер безусловно вопросов много тема очень интересная это по сути дела стыкает смыкается для нас экспериментаторам с биологической защитой установки значит вот выход на биологическую защиту ну я представляю первое слово значит андрея честолина в первую поднял руку пожалуйста большое спасибо за очень интересные доклады а все-таки несколько вопросов на понимание вот с планариями у вас у вас оставились осы воды насколько я понимаю да они вместе с планариями ставились или как бы потом планарии туда помещались а нет они были вместе с планариями то есть я эти планарии вот туда привозил и и потом уже единственное вот что мы делали с этими планариями то есть чтобы оценить скорость регенерации их надо перерезать потому что но вот это было стим она отрастает если вы какую-то часть возьмете планария начинает регенерировать такая нативная планария этого не делает то есть перерезку осуществляли уже после эксперимента то есть буквально на следующий день мы их перерезали и вот через несколько дней вот мы обнаружили то что вот на этих фотографий а у вас эти емкости не были герметично закрытая правильно да они были они герметично закрыты совершенно герметично то есть планарии они вполне нормально существует ну практически до недели вот в такой закрытой емкости их можно посылать вопрос и я правильно понимаю что там было вот всего две емкости одна на расстоянии 18 сантиметров другая 100 сантиметров на большем расстоянии не ставилось да но но в этом эксперименте ну понятно такой все понял спасибо спасибо андрей значит вот евгений и горов вам представляется слово для вопроса спасибо первый вопрос чем кормите живость вы имеете в виду планарии содержать ведь надо как ну естественно не но в ходе эксперимента мы их ничем не кормим обычно и их берут после недельного голодания а кормят их личинками двухкрылых мотылем мотылем а вот они обладают свойством и шерехи и коли которые могут существовать и размножаться активно то определенного уровня миллион кубики в дистилляте бидистилляте квадр дистилляте не важно вот водная среда они размножаются это открытие которое сделал тоже виктор гусев новосибир я я я знаю эти работы и гусева вот нет здесь немножко по-другому ну вот убить дистилляте их насколько мне известно никто не держал поэтому тут я не отвечу или может быть кто-то держал я не знаю но вот в нашей стране насколько я могу судить очень мало групп которая вот держит такую культуру планарии то есть в нашем институте это уже лет 50 даже вот на биофаке мгл они почему-то у них не приживается а держит их ну в так называемого водопроводного не водопроводной озерной воде это половина дистиллята а половина водопроводная вода понял что здесь проблемы еще с их содержанием и их выживание в зависимости от мест и их кормят где-то раз в неделю поэтому все-таки кормят не конечно кормят евгений я я прекращаю там мы договорились хорошо правильно спасибо сергей цветков следующее алло здравствуйте слышно да слышно виктор ориентируйте пожалуйста вы говорили эквивалентная доза 0 5 грэ это для мышей да да вот сориентируйте пожалуйста по нормам радиационной безопасности это чему соответствует это я вас наверно не сориентирую но но скорее всего это вот ниже красной черты 0 5 грэ это 50 рентген годовая доза 5 рентген для профессионалов для непрофессионалов 0 5 рентгена в год а здесь значит получается сто раз больше чем годовая доза для непрофессионалов ну офигеть легче понятно спасибо да так спасибо сергей значит евдокимов у меня вот вопрос два вопроса воду мыши пили вот облученную воду пили или же вода каждый раз обновлялась потому что нет нет воду они пили вот как бы обычно который и их поят и вода она там то есть она облучалась процессе как бы да я не перед вот нет насколько я помню она не обучалась давайте тут у нас есть мне виктор виктор вот это за теле нет я тебе напомню что поилки поилки да да вот вот они стояли 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 прямо клетках поэтому вода в поилках облучалась тоже ходе эксперимента делал то что вот как раз вот и войлов он уверял и он пил эту воду она якобы вот улучает его состояние кожи там и так далее просто имеет вода вот имеет большое значение конечно согласен это надо отдельно посмотреть и даже вот мы хотели на рягушках привести вот это вот с водой и так далее они воде живут и воду эту как пропускать но нам не удалось идут 2 от семена вы сказали что больше там ничего не было планарии семена в семенами вы что исследовали семена ну мы вот с ними ничего не сделали то есть мы посчитали что на наверное не не очень правильно что-то от не ждать потому что мы взяли просто сухие семена это очень хороший кстати тестовый пример потому что у нас исследовали давайте давайте все таки дискуссия отдельно вопроса отдельно спасибо спасибо хорошие сероносов пожалуйста ваш последний вопрос нет я про семена как раз просил я получил ответ да да у меня вопрос простой слышно меня да да сколько то есть мне интересуют вот параметры воды которые умерли до распыления потом после распыления потом пар когда собирали отдельно то есть параметры пошло поэтому измеряли нет вот это мы не измеряли потому что ну вот тут было бы интересно именно сам пар как то исследовать непонятно как как его параметры исследовать с конденсатом мы проводили такие биологические эксперименты но вот конденсат из вот этой разрядной камеры то есть вода которая в экспериментальном и контрольном боксе она там на стенках конденсируется и вот мы и надо померить обязательно постороннейший параметры для биологической системы я вам скину прибор сейчас недорогой продается и вот раньше направлял на алиэкспресс всего меньше двух тысяч он мерит пашево поисковать содержание прямо сразу на компьютере данный виде график пожалуйста очень интересно спасибо да я и я согласен но вот вот этот конденсат он вот в том эксперименте он очень как бы значимо крепко я бы сказал усиливая регенерацию планарий вот но вот такого рода вот безобразие как я показывал в этой презентации не было и он вот эта вода она усилила скорость увеличила скорость прорастания семян то есть там вот опыт как раз ставился в котором мы поливали конденсатом и обычной водой вот на конденсате незначительно более резво сходи хорошо вы выделяете так сказать факты давайте его перенесем там вопросов то много поэтому раздела дать перенесем на дискуссию у нас время подходит для следующего доклада спасибо виктор тебе за презентацию следующий доклад будет извини извини тут вот еще все-таки есть две-три минутки можно я два слова скажу поэтому нету никаких минут я против давайте так сказать на дискуссию иначе мы сорвем следующий доклад у нас часа сейчас 57 минут почему у меня неправильно числе работа я два слова скажу извини это позволь мне пожалуйста потому что я не позволяю валер но давай все-таки нет председателя таскать хорошо ладно понятно значит все таки давайте двигаться дальше вот ну понятно что это тема очень весомое очень важно обсуждать на его как раз на предмет для дискуссионного круглого стола вот следующий вопрос этот самый доклад будет сделан с чижовым владимиром особенностях проведения странного излучения в никель водородных системах вот он назовет в каких системах это довольно сложная смесь никель плюс допустим натрий бор h4 он более подробно расскажет владимир пожалуйста тебе тебе слово так все видно меня слышно слышно и видно да пока у меня все я поделиться нажал презентации нет нет презентации не видно так а что мне сейчас сделать тогда у меня есть презентации поделиться там когда демонстрация я нажал поделиться надо сначала наверное поделиться да нет нет ну да ну да ты володя володя нажми красную кнопку выйди во первых из-за перезареживая демонстрация экрана сверху красную кнопку нажми вижу вижу вы вышел теперь у тебя демонстрация она запущена в принципе да она у тебя на экране ну вот и опять вот сейчас отлично отлично пошло спасибо единственное на полный экран развернись да 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 сейчас сейчас сделаю все отлично можно начинать так особенности поведения странного излучения в никель водородных системах ну честно говоря у меня большой материал я здесь его сократил а весь материал будет доложен мы договорились с владимир львовичем у него на семинаре он мне дает там хоть полтора часа но действительно много просто ну вот чтобы было понятно о чем речь идет вот термический процесс проводился и никель водородных системах значит с борт гидридом натрия и солюмогидриды литием вот установка резистивного типа значит это вот нагреватель муфель вот сам реактор и термопары в аргоновой среде никелевый контейнер вот сейчас я его покажу вот он загружался туда вот эти порошки никель водородные а это сама установка и вот эти сиди диски устанавливались вот затем значит вот этот контейнер который прошел термическую обработку помещался в камеру вильсона ой здесь у меня наверное не буду фильм показывать я схему покажу просто ну вот а схема диффузионной камеры вильсона следующие это вот стеклянные кубы металлическая крышка магниты пористый материал который пропитан медицинским спиртом марки хачи и сухой лед значит испарение идет спирта охлаждая охлаждение спирта идет и наблюдается треки вот они здесь показаны ну а здесь вот помещался мой контейнер ну вот треки фоновые треки вот здесь видите 10 миллиметров вот они все закрученные были вы извините они все закрученные это при наличии при наличии магнитного поля магнитное поле да вот здесь написано магнитное поле четыре с половиной миллиметра сто раз больше магнитного поля земли это два феррита стояли ферритовые магниты а это вот странное излучение которое шло непосредственно вот контейнера то есть сейчас я покажу так вот вот здесь вот прям шли вот они сейчас пролетело но давайте я не буду останавливаться время экономить и вот течение одной секунды примерно один и два секунды вот это начало трека это его развитие а это же угасание трека но в смысле спирта конденсированного спирта вот что интересно что на металлической крышке были обновлены вот такие артефакты то есть помимо того что при проведении процессов по наблюдению треков странного излучения в камере вильсона на внутренней поверхности металлической крышки камеры обнаружились как следы треков это действительно в общем то несомненно от действия странного излучения это бесспорно так и некие некие артефакты образования в виде кругов с градиентом цвета вот они здесь вот такие вот процессов достаточно много было проведено и вот и вещи это уже преувеличение вот он трек странного излучения и вот это артефакты такие были обнаружены ну вот благодаря вам анатолий иванович сделан качественный и количественный анализ и плюс реализация пятен вот этого металлической крышки камеры вильсона вот на левой стороне фотографии показано в общем виде пятна и кратер здесь они показаны как ямки вот на металлической крышки и выделены зоны и выделены зоны еще электронного анализа растро значит это вот сама крышка выделена а это вот сам тот цвет побежалости которые в общем то градиентный цвет который присутствовал вот на этих пятнах вот изображение вот этих вот фотографий получено во вторичных электронных вторичных электронах вот что они из себя представляют вот эти кратеры и вот это вот так сказать тоже было обнаружено ну вот на самой крышке это вот сама крышка вот этот анализ показал что присутствует только пять элементов это углерод хром марганец в основном железо и немножко кремния а что же было вот в этой зоне где был вот этот цвет вот эта зона а здесь уже наблюдалось 14 элементов то есть это и хром я не буду перечислять здесь вот а для наглядности что же получилось вот давайте посмотрим на лицу менделеева красным цветом обозначено то что было в крышке элементы единственно только магний то что он здесь красным цветом обозначен вот все остальные их не было но они появились вот в этой области это и натрий калий кальций алюминий фосфор сера кислород хлор вот диагонали показаны железо уменьшилось практически на 50 процентов хром уменьшился на 30 процентов а вот кремний немножко увеличился и углерод увеличился магний практически исчез ну что можно сказать вот о кратере металлической крышки он заинтересовал полагаю что этот характер образовался от удара странного излучения в общем то другого то и не было я показывал уже какие там треки были вот но я вот придерживаюсь теории темного водорода баранов зателепен и магнитного кластера из темного водорода это процесс образования кластера можно представить так но это вот сама схема и размеры которые баранов и зателепен показали вот содержание такого образование такого очень маленького но сильно магнитным полем темного водорода а вот если мы представим что это кластер темного водорода то схему можно представить следующим образом вот мы имеем с вами крышку металлическую удар кластера из темного водорода и вот такой вот разбрызг идет вокруг этого кратера ну вот можно сделать оценку энергетического действия для создания такого кадра кратера металлической крышки камеры вильсона вот чтобы сделать какая же энергия должна быть но вот здесь увеличено показано таскать видно что это действительно кратер здесь вот это все-таки плоское изображение а вот здесь вот теневое изображение видно что это углубление что это кратер ну и здесь дан геометрический размер порядка 30 микрон но глубину кратера мы я конечно не знаю поэтому в общем то здесь немножко поскромничал и взял радиус что это типа шар 5 микрон ну а плотность железа на общем то известно и удельная теплота испарения железо тоже известно это вот чтобы килограмм железо испарить на затратить вот здесь 6 3 6 6 6 джоули тогда объем кратера у нас составит как половина шара это вот порядка 26 10 минус 16 метра будет и вот масса кратера ну норово умножаем и получаем порядка 10 минус 12 килограмма то есть маленькая достаточно величина но когда мы возьмем удельную теплоту испарения помножим массу эту которая должна быть испарена и испарилась должна испариться значит это мы получим достаточно гигантскую величину для того чтобы сделать этот кратер это порядка семь семьдесят пять тироэлектрон вольт ну вот 7 5 10 13 электрон вольта вот они джоули волос на понимание можно все таки как председателя чтобы всем было понятно ведь кратер образуется не только в результате испарения но и разбрызгивание материала а там существенно меньше энергии там не не так сказать энергия будет как микрокапли которые летят нет 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 я вот беру сейчас так сказать чисто классически вот для того чтобы вот этот вот вот эту массу массу испарить мы сейчас не берем даже не так сказать странное излучение не кратерами посмотри любое 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 образование кратера сопровождается сначала плавление потом испарение казалось бы вот пленку эту все видят в экспериментах с лазерным излучением образование кратера крась с пучками везде капельная среда присутствует можешь пояснить все не сделать эту пошли нет нет ни не сделал ошибку конечно сначала идет плавление но здесь процесс настолько резкий прошел что его можно просто принять как испарение это все равно будет если я весь цикл прочитаю от плавления до испарения получится та же самая энергия не нету здесь ошибки вот и я проверил себя а вот какое количество атомов выброшенное из кратера и какова энергия вообще связи вот значит объем мы знаем с вами он посчитан 2 и 6 10 мин 16 параметры решетки кристаллической решетки железа это порядка 3 ангстрем 2 86 ангстрема и тогда объем ячейки составляет вот такую величину очень маленькую величину и тогда атомов выброшено вот мы берем этот объем и делим вот на эти ячейки и получается 10 13 атомов выброшено из этого кратера вот она один атом отрыва из кристаллической решетки необходимо затратить энергии вот какую энергию затратить это вот энергия 7 5 10 минус 13 электрон вольт делим на количество атомов и получаем 7 с половиной электрон вольт это совершенно так сказать литературные данные химической связи кстати я сейчас пролистаю извините просто чтобы ты убедился что это правильно вот пожалуйста литературные данные по связям это вот ядерное взаимодействие а это для разрыва химической связи в 6 6 раз меньше 8 электрон вольт сейчас я вернусь так что я себя здесь проверил Володь уже 17 минут прошло хорошо я уложусь значит но здесь я не буду останавливаться это треки на сиди дисках я делал уже эти доклад просто я сравнение приведу энергетики что получилось у меня в сиди дисках это вот треки я немножко для влада здесь показываю это вот интерферационном треки что это плавление вот вот здесь геометрия определена очень точно там есть микронное так сказать измерение по измерению резкости а это вот что получилось по сиди дискам я порядка здесь 5 50 поскромничал 47 электрон вольт у меня реально получилось я средний трек брать брал а если мы возьмем трек один сантиметр я брал 3 миллиметра трек а вот а если один сантиметр то до 150 тэ электрон вольт совершенно спокойно энергия есть вот но как объяснить действие странного изучения на железную крышку с появлением новых элементов с малым весовыми характеристиками то есть все элементы были с меньшими весовыми весовыми характеристиками то есть это алюминий калий кальций отметим что темный водород имеет только протоны и электроны по видимо без нейтрина здесь не обойтись хотя в общем-то был как-то склонен не рассматривать нейтрина но пришел вот сам к такому выводу но это я уже вот показывал вот они так сказать железо и вот что получилось у нас все меньше получилось и вот какую же схему здесь можно предположить кстати мы летом с леонидом русскую я затронул этот вопрос с леонида рбековичем и он даже назвал ссылку на какого-то профессора я не буду умничать того что это его как говорится прерогативы вот он сказал что в объеме достаточно большое количество нейтрина находится вот мы живем с нейтрина и вот предположить если у нас присутствует здесь нейтрина и вот время жизни конечно кластера мы не знаем и так сказать его разложение вот но вот так сказать представить если что это водородная так сказать вот единичка водорода вот здесь вот присутствует а вот вот после этого разлета а вот и но это очень энергетичная вещь должна быть потому что энергия колоссальная просто вот при взаимодействии с нейтрина может образоваться нейтрон а нейтрон может создать вот как раз разрушить железное ядро и создать малые легкие элементы но это опять-таки так сказать предположение ну и вот какие выводы можно сделать я конечно выводы более глобальные делал потому что там объем у меня большой по и слайдам и прочее по эксперименту ну первое странное излучение обладает высокой проникающей способностью что указывает на нейтральность заряда и малый размер второе странное излучение имеет высокую энергию которая может достигать десятки не гига а терра извините это я поправлю терра электрон вольт ой что-то я наделал терра электрон вольт странное излучение невозможно объяснить одной частицей это кластерное образование четвертое кластер странного излучения имеет сильнейшую внутреннюю связь что доказывает в общем-то треки на стекле а стекло это очень твердый материал треки на металлической крышке которые мы сейчас видели и на кварце который показывал урус коев неизвестно время жизни кластера странного излучения ну и конечно познание очень интересный процесс и познание должно продолжиться ну вот как видите что так сказать новые эксперименты они показывают и немножко как бы перерождают те воззрения которые были раньше вот здесь я в общем-то склоняюсь к тому что действительно нейтрино должно работать ну может быть не так как говорит Александр Григорьевич но вот без этого как-то не получается спасибо у меня все спасибо за очень презентацию значит перейдем к вопросам ну вот андрей передовик он на все первый нажимает поэтому первый вопрос задает пожалуйста пожалуйста да спасибо владимир за очень интересную презентацию я маленькую ремарочку хотел сделать анатолий иванович конечно не 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 ремарки я буду отводить на дискуссионные только вопросы потому что у нас осталось вопрос 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 такой владимир а вот я правильно понимаю что у вас вы говорите железо это что не ржавейка железо ну я тебе вам состав уже показал а там было не очень понятно состава ну похоже что нержавейка нержавейка я хотел но не совсем но не совсем нержавейка хорошо я хотел она притягивается магнитом я хотел уточнить самое главное вот что а вы не проводили это исследование для треков на на этой крышке которую вы показывали то есть расчет с одной стороны энергии которые пошли на создание треков на крышке и элементный состав для трек я не очень понял вопрос у вас смотрите у вас было у вас было вот такой вот ну точечная точный дефект про который сейчас рассказывали а были ямки были были треки правильно да вот для треков вы ну проводили вот эти вот оценки энергетические с одной стороны с другой стороны элементный состав вот на треках элементы состав на треках не проводился потому что сделала всего два замера вот нас интересовал вот этот артефакт вот этого так сказать градиента цвета вот и внутреннего вот этого кратера вот кратер цвет не поменял ни оксидной пленки там нету на нем ничего это металл то же самое мы видим здесь и на треках что это так сказать вот скрытие и так сказать и эрозия но даже не эрозия как будто вот буром прошли но открыли эту крышку энергию не оценивали для трек тоже энергию не оценивал на сиди диски поле на кратере и ноги от слышал ответ да спасибо да да пожалуйста бог я не знаю геометрических вот этих размеров и тем более давайте упорядочим это дело так сказать стихийные вопросы от воли значит бог гриньет ваш вопрос thank you can you go to the analyzed spot анализировали ты вот этот фок фок туману в туманной камере свет фок это туман вот спирт анализ спирта пары спирта это пары конденсации паров спирта no no the the analyzed uh impact mark the 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 target these the two spots and the rings and my question is um did you are you or were you aware that in the center of your analyzed spot you have not one but two distinct craters one larger the other small i ask this because we have seen these in ultrasound and plasma reactors and they they come as a pair and one is typically bigger and the other one smaller and it's like a phallico soluton and your debris is arranged around the center of those two craters not around the center of the larger one so the idea that the the ejector is asymmetric is doesn't follow so my question do you consider that as one and do you consider the two craters as one impact individual ones значит вот он говорит о двух кратерах ты говорил один так сказать вот у тебя кратер большой один маленький был показан у одного есть вот вот эти вот радужные оболочки так сказать вот эти вот вокруг кратера он еще эти самые границы там цветовые как ты говоришь до 2 нету значит вот ну что ты скажешь почему он 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 спрашивает это удар одной частицы два кратера или это два разных ударов вот смысл его вопроса о это я не могу ответить одно или это двумя может быть кластер немножко так сказать я могу пояснить мало дело то что он вот эту модель такого ринга ну кольца такого который ударило двумя частями сразу поэтому две дырки сразу появились вот его интерес понятно понятно его интерес не могу ответить вот it is not clear up today simultaneously or separate okay because we have caught these on video in cavitation and in in plasma reactors and you have two spots simultaneously and and that what the one side is pulling the material away and it's throwing down and typically you have on the one that's pulling it away you have a lighter area around it and on the one that's throwing it down you have a darker area around it and the darker area around the smaller spot is a higher in carbon so this is so this what you know тоже так сказать градиент какой-то есть он маленький кратер и видно что градиент какой-то есть но мы не делали аналоги владимир значит бог говорит что там у него есть видео который а бог дуэр демонстрировать здесь видео is man okay Окей. Ну, значит, он говорит, что у них на самом деле есть фильм, когда появляются вот эти двойные ямки, так сказать, перескопы. Он покажет во время круглого стола. Спасибо, Боб. Значит, Анатолий Никитин, пожалуйста, Ваш вопрос. Спасибо. Да, Владимир Александрович, я хочу, чтобы Вы объяснили вот соотношение масштабов этого явления. То есть треки, вот и Ваша ямка имеет размер порядка 10 микрон. И они оставлены частицами, как Вы говорите, темного водорода, размер которого 10 минус 14 метра. То есть соотношение вот этих масштабов где-то там 8 порядков. Как такая маленькая частичка, как темный водород, почему она делает такие огромные разрушения такого микронного масштаба? Как Вы это объясняете? Анатолий Иванович, у меня же есть... Нет, Анатолий Ильич, Анатолий Ильич. Анатолий Ильич, да, да. Правильно, правильно, извини. Вот, Анатолий Ильич, мы хорошо друг друга знаем. Вот, поэтому немножко... Значит, Анатолий Ильич, в данном случае я рассматриваю это как кластер, понимаете, а не как темный водород. Вот, и у меня сделана даже оценка. Ну, оценка, конечно, там со скоростью очень интересно получается. Вот, если скорость там уменьшить... У меня получилось 10-6, вот этот кластер, средний кластер, чтобы, так сказать, создать вот такую энергию. 10-6 штук? 10-6 штук, да. Миллион, миллион. Но если скорость уменьшить на три порядка, то будет уже 10-9. Вот, я скорость брал, скорость вылета протона порядка 10-6, по-моему, или 10-10-7. Ну, тогда, простите, а поясните тогда, что это кластер вот из миллионов этих атомов водородов? Как вы его представляете? Какие там связи? Что его держат вместе? Ведь они, в общем-то... Ну, никто про это не говорил, даже Валерий Николаевич, который с Барановым разработали эту теорию. Они про это не говорят о таких огромных, так сказать, атомах, ну, или молекулах, точнее, из темного водорода. Они-то не говорят, а говорит сам процесс за себя. Вот если вы будете вращать с бешеной скоростью вот на уровне восьми ферме электроны, то вы получите такой магнитный момент, такое магнитное поле, плотность магнитного поля, именно плотность магнитного поля, что они будут соединены, вот, так сказать, в цепочку, как выстроенные, как, я не знаю, как солдаты в одну шеренгу, или как цепь. Идея понятна, но постройте модель, не просто нам показывайте картинку, которая до вас сделана, и которая действительно просчитана, она может существовать, а вот действительно уже развитие этого дела, если вы за это взялись. Давайте так, ответ получен, это уже дискуссия, переносим на круглый стол. Влад, у тебя последний вопрос, короткий вопрос, потому что мы за лимит уже. Да, да, спасибо. Владимир Александрович, вот был ли контрольный эксперимент, при котором было бы все, кроме источника странного излучения, чтобы и камера Вильсона была, и крышка присутствовала, и вот этот вот туман, и элементы пельтье, но без вашего вот этого контейнера, отработанного с никелем? Был ли такой эксперимент? Да, да, без контейнера. Когда я покупаю крышку, камеру вот эту вот, вот эту вот, полбу, то там никаких артефактов нет, она совершенно гладкая, совершенно чистая. Мы даже, в русских мне сказали, повтори, пожалуйста, эксперимент. Вот. Володь, ты не услышал вопрос, Влад спросил, вот ты один в один, кроме этой вот, так сказать, там есть у тебя пара спирта, все, вот ты сделал только без кювета, без твоего образца. Делал? Нет. Нет, такого эксперимента мы не делали. Все, ответ получен. Нет, давайте закончим, значит, вопросы и дадим все-таки. Нет, дело в том, что... Выступи к следующему докладчику. Дело в том, что она, эта колба, вот она лежит, и ничего с ней не делается. Я проверял ее потом на реактор, реактор рядом клал и крышку ставил. И у меня тоже вот эти пятна появлялись. То есть, это странное излучение. Давайте прекратим все-таки дискуссию. Значит, я бы слово следующему докладчику, значит, вот, Михаил, да, по-моему, Кашенко, значит, с авторами. Регистрация атомов титана с повышенной массой, как следствие захвата массивных электронных пар. Пожалуйста. Володь, тебе надо выключить. А, спасибо, понял, да. Спасибо. Вот меня единственное... Меня слышно, первый вопрос мой? Слышно. Так, вот теперь, поскольку помощницы у меня нет, коротко инструкцию. Николай, сам, Михаил Николаевич, по-моему, да? Петрович. А, Михаил Петрович, извините, пожалуйста. У вас внизу на панели зума видна демонстрация экрана, зеленая клавиша. Да, вот я ее нажал, совершенно верно. Значит, пока еще не нажали, вернее, нажали. Вы демонстрацию экрана себе на рабочий... Демонстрацию, которую вы будете показывать на рабочий стол, вызвали уже? Да, 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 вызвал. Теперь нажали зеленую клавишу. Это, которую... Вот я сейчас передо мной экраны, написано поделиться внизу. Ну, нажмите поделиться, да. Нажимаете. Нажимаю. Вот все, да, молодец. Нет, вот сейчас убрали. А, мы... У вас нету... Я же спросил вас, вы вызвали демонстрацию на экраны? Мы сейчас видим ваш рабочий стол, но на нем нету демонстрации. Нет. Демонстрацию запустите у себя, как бы, вызвайте. Красную клавишу нажмите. Остановить демонстрацию, как написано. Сверху нажмите красную клавишу. Уйдите из демонстрации экрана. Нет, вот красная, на ней написано «Остановить демонстрацию». Да, да, вот сейчас нажмите ее, пожалуйста. Хорошо. Вот сейчас вы вернулись в исходное положение. Еще раз задаю вопрос. Вы презентацию видите на своем экране? Я пока не вижу. У меня здесь... Запустите демонстрацию на своем экране. Вот сейчас я найду. У меня паразитная вылезала здесь. Пожалуйста, запускаю на своем экране. Вот чтобы вы ее просто видели сейчас на экране. Свою демонстрацию. Как будто вы сами хотите ее посмотреть. Просто. Вы ее видите сейчас? Нет, я про вас. Вы не задавайте вопросы. Вы реагируете. Я видел, вижу, да. Вы ее видите сейчас. Как будто вы сами с ней хотите работать. Да. Вот как мы Word файлы вызываем, PPT файлы. Вот видите ее перед собой. Сейчас нажимаете зеленую клавишу. Ну, я не вижу никакой зеленой клавиши. У меня просто... Демонстрация экрана внизу. Зеленую клавишу. Сейчас нужно войти в Zoom. Сейчас я ее сверну тогда, экран. Потому что я ничего, кроме этого, своего экрана не вижу. Войдите в Zoom. Да. Вот Zoom конференция. Да. Так. Но у меня теперь здесь опять же... Но вы не видите презентацию. Пожмите демонстрацию экрана, и у вас появятся на экране разные значки. Выберите в PowerPoint ваш, который вы загрузили. Нажимайте зеленую кнопку. Михаил Петрович. Давайте сейчас кто-то один будет говорить. У нас три тут человека говорят. Михаил Петрович. Да. Нажмите красную клавишу. Синюю, зеленую клавишу, пожалуйста. Ну, я не... Демонстрация... Вот демонстрация экрана. Вот зеленая клавиша есть. Нажмите ее, да. Ну, вот я ее только что нажимал. Теперь нажмите поделиться. Ну, нажал поделиться. Я просто... Ну... Мы видим ваш экран. Саш, подожди. Вот мы видим... Так я вам объясню правильно. Секундочку. Значит, после того, как вы нажали демонстрацию экрана, у вас на экране появится много значков. Запущенных вами программ. Выберите программу PowerPoint, на которую вы запустили вашу демонстрацию. Да, он свернул ее. Свернул. Разверните. Он свернул. Необязательно свернул. Да, если у нас свернут, она появится. Все, все, все. Вы видите презентацию? Закончим. Все мы видим. Давайте. Все хорошо. Я понял, где тут была ошибка. Показ слайдов. Показ слайдов. Значит, разверните. Показ слайдов. Нажмите показ слайдов. Показ слайдов. Показ слайдов. Там написано «Главное показ слайдов». Еще выше. Еще выше. И не эту. Показ слайдов. Выше. 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 Ну, тут выше уже у меня ничего нету. Ну, хорошо. Давайте так. Я давайте буду щелкать просто по одному и все. Как тут делал. Значит так. Прежде всего, название вам понятно. Я сейчас ускорюсь. Немного о соавторах. Максим Алексеевич Коваленко. Это человек, который главное измерение проводил на масс-спектрометре. Владимир Ильич Печорский. Это вот готовил, грубо говоря, образцы. Ну, а Купряжкин – это куратор масс-спектрометра. Это Кащенко, так сказать, одна из помощниц, расчетчиц и так далее. Ну, а я в роли инициатора был в постановке эксперимента. Дальше поехали. Очень коротко напоминаю о вариантах синтеза гелия. Я об этом говорил. Все их знают. Мионный каталис, который уже неоднократно звучал, дает нам пример того, как синтез тривиальный, как говорится, двух протонов может быть реализован, если появится массивная отрицательно заряженная частица. Ну, мион там в 200 раз больше массы электрона, а вот такого отдельного тяжелого электрона нет. А вот если бы нечто такое было и желательно кратно много таких, так сказать, отрицательных массивных зарядов, то мы могли бы элементарно обеспечивать синтез из массивных ядер, а не просто из протонов там и так далее. Значит, генеральная предпосылка. Я опять же говорил, значит, эксперименты свидетельствуют о наличии низкотемпературного ядерного синтеза не только легких, но и массивных ядер. Ну, увлекаются все водородом, диетерием, это понятно. Значит, поскольку это на самом деле легко происходит, что в энергониве, что в наших экспериментах и так далее, то никаких сомнений в том, что есть какой-то механизм простого, обеспечивающий простой синтез, ни малейших сомнений в этом нет. Итак, значит, два типа, которые уже звучало, два направления, когда именно простейшие реакции к какому-то исходному ядру, ну, например, Купрума, ну, два есть стабильных изотопа, добавляется, так сказать, некая частица, ну, я ее назвал квазенитроном, кто-то, значит, говорит, похоже на нейтрон там, ну, и так далее. Значит, в нейтральном состоянии такая частица может пройти, кулоновский барьер для нее ничего не значит, а вот из нее она может захватиться целиком, как нейтрон, или может захватиться, как протон, а электрон, искортирующий протон, он освободится. Ну, вот мы проверяли на цинке, так сказать, на медных электродах, цинк, так сказать, элементарно образуется, когда рассматриваются разряды в воде, ну, то есть есть протончики, да, и они работают. Ну, понятно, что могут существовать и квазидитронные состояния. Простейшая реакция вот такая, но составное ядро может начать раскалываться и на куски довольно крупные, так, ну, я это, эти вещи не трогаю, там, по-моему, Саватимова будет обсуждать. Двигаемся дальше. Значит, это просто перевод того же самого, это мы пропускаем. Теперь модель для описания сближения массивных ядер. Значит, если теперь это не какие-то протончики, да, а ядро Ку, ядро Ку, да, ну, например, кислород плюс кислород, то есть Ку 8 элементарных зарядов, так, то при наличии массивного отрицательного заряда у нас будет притяжение, так, к этому кольцу, а если он массивный, то вот этот радиус мал, то есть это почти, вот эта кольцевая орбита, она почти, так сказать, точечная с точки зрения атомных масштабов. Ну, и тогда легко оценить, что, допустим, вот этот радиус для равновесия будет в корень из трех раз больше, чем вот эта вот, половинка этого расстояния. Теперь, если они, вот имеются такие массивные электронные пары, а на то, что они имеют право на жизнь, однозначно указывают выводы из специально подчеркнутой адронной механики. Я уже об этом говорил, так, ну, и вчера в дискуссии, и раньше говорил. Ну, это здесь вопрос, я не буду обсуждать. Я в данном случае действую как пользователь. Можно пользоваться квантовой механикой, можно пользоваться адронной механикой. Я не разработчик ни квантовой механики, ни адронной механики. Так вот, значит, возможны реакции, поскольку возможны такие пары, причем массивные. Тогда у нас идет сближение до масштабов, на которые включается сильное взаимодействие. Оценки эти проводятся совершенно элементарно. Так, и не надо никакого туннелирования вообще. Этот вопрос совершенно не актуален. То есть кулоновский барьер и так далее. Это то же самое. Значит, я сейчас просто переключусь. Вот, ну, а иллюстрация, которую я на семинаре тоже проводил. Ну, и в книжке у меня, значит, большая просьба все-таки хоть по диагонали книжку посмотреть. Так, оценку энергии и массы, ее легко провести, полагая, ну, квазиклассически. А квазиклассически это только через специальную теорию относительности. Да, если мы считаем, что на адронном масштабе вступит контактное взаимодействие, да, и электроны будут, так сказать, фиксироваться, ну, на расстояниях порядка 10 минус 15. Ну, а квазиклассичность, мы просто момент инерции, момент импульса возьмем минимальную квантовую, так сказать, константу аж перечеркнутую, очень легко тогда показать, что эффективная энергия 390 МФ у такой пары, крутится она как бы, ничего, конечно, крутиться не будет с такими скоростями, это просто классическая оценка, ну, в рамках теории относительности. Это, конечно, рождаются, и это показывают, так сказать, исследования, другие строения нейтронов и так далее. Рождается колоссальное количество частиц в физическом вакууме, да. Ну, а вот такая оценка, она прямо нас приводит к выражению, ну, вот таким оценкам, если расстояние тут 1 ферме, да, 10 минус 15, это будет энергия, ну, грубо говоря, 400 МФ или эффективная масса у такой пары 0,4 атомных единиц массы, ну, почти половина отнуклонной массы. Ну, а если я на порядок возьму меньше, а это как раз тот интервал, 1 ферме 10 ферме, да, ну, понятно, масса будет 0,04 атомных единиц массы. Итак, вот эта центральную роль играет вывод о существовании таких пар. Образование их на самом деле очень легко происходит. Это мы делаем квантовую механическую оценку. Ну, вчера вроде кто-то какое-то недоумение это вызывало. Вот это может сделать каждый. В книжке это подробно у меня расписано. Ну, это элементарный туннельный эффект в данном случае, когда два электрона, один туннелирует для сближения со вторым и подходит на расстояние 10 минус 14, 10 минус 15 метра. Для этого не требуется никаких гигантских энергий. Это 10 электрон вольт и уже коэффициент прозрачности на уровне 0,1. То есть уже громадный коэффициент прозрачности. Итак, значит… Подождите, подождите, подождите. Для понимания, значит, все-таки 10 электрон вольт мы знаем. Это плазменные электроны. Значит, ни в одной плазме не наблюдалось такого безобразия. Ваши оценки никуда не годятся. Значит, я сейчас не буду дискутировать, да скажу. Так, теперь, в соответствии с этим, направление исследований, которое совершенно очевидно можно на две такие части расколоть, большие. В русле концепции квазинейтронов и масса таких исследований ведется в действительности, когда допускается, что есть вот такие состояния. Ну и, в частности, установление отличия соотношений искусственно возникающих изотопов в простейших реакциях захвата протонов, ну и их отличия от природных соотношений. Ну, мы это проверяли на переходах Купрум в цинк и, так сказать, на образовании цинка из изотопа меди. И проверяли это на образовании галлия из электродов цинковых. Ну, а второе направление в русле концепции уже КК-активаторов. То есть, что это такое? Значит, катализирующие кольца, условно названо. То есть, имеется в виду как раз так, то колечко, где было нарисовано две пары сидящих на круговой орбите. И вот такие пары, они инициируют реакцию холодного синтеза не только при слиянии легких, но и массивных ядер. Ну, например, вот как вчера там звучало, алюминий плюс алюминий и железо. Значит, представляют это кольцевые орбиты с компактными массивными Е-парами. Теперь, значит, в частности, то, чему я сейчас, почему я тут красно выделил, поиск экспериментального подтверждения существования Е-пар. Интерпретацию треков странного излучения не буду касаться. Здесь интересные доклады были и еще будут, как я понял, Чижов в том числе. Синтез элементов при слиянии массивных ядер. Ну и как активаторы энергетика, вот эти вот многоточия, они показывают, что детальных вопросов очень много в рамках концептуального подхода, о котором я говорю. То есть, двигаемся дальше. Имейте в виду, что уже прошло 20 минут. Ну все, я заканчивать сейчас буду. Нет, в вашем распоряжении 5 минут ввиду технических сложностей, которые возникли. Ну да, я понимаю. 10 минут максимум. Ну хорошо, спасибо. Значит, вот в рамках концепции квазинейтронов, это просто выставлялось на Калифорнийскую конференцию, в частности обсуждалось различие, так, но я чуть-чуть пропустил, прошу прощения, все-таки надо сказать о спектрометре. В спектрометре это время пролетный масс спектрометр вторичных ионов. Самое главное, вот это его фотография, значит, физико-технический институт Уральского федерального университета, разрешающая способность до 10 тысяч, чувствительность до 10 в 7 атомов на квадратный сантиметр. Ну, то есть, это, грубо говоря, 10 атомов на миллиард атомов. Вот такая чувствительность. Ну, это я дальше опускаю. Вот переходим, значит, направление исследования, я сказал. И вот в рамках концепции квазинейтронов, в частности, благодаря этому прибору, поскольку Максим Алексеевич Коваленко, главный здесь измеритель, он, так сказать, скептически относился к тому, что можно отличить вариант синтезированного единственного изотопа алюминия кремния от гидрида алюминий H. А гидриды, ну, поскольку по экспериментальным условиям, когда пушки стреляют, они в воздушной среде, поэтому там водород есть, и они могут возникать. Ну, вот, так сказать, разрешающая способность позволила разделить. То есть, вот он единственный кремний, 28-й и никаких других изотопов. И вот, так сказать, возникший вот этот вот печок, так сказать, гидрида алюминия. То есть, работать можно. Подождите, у вас там 28-й, цифра 28 находится правее намного. Вот смотрите, на графике в желтом, 28 в огне, в яме. Ничего подобного. Вот это вот, ну, так, это сейчас давайте мы на дискуссию отнесем. Теперь, вот к теме, так сказать, сегодняшнего. Это второе направление. Не с отдельными квази-нейтронами. А это вот простейший эксперимент. Здесь все понятно. Что делалось? Вольфрамовый катод, титановый анод. Так, значит, разность потенциала 300 вольт, ток 1,2 ампера. Вот все масштабы. Здесь водичка. Водичка нужна была только лишь для того, чтобы появились протончики. Так, и на вольфраме мы ожидали, что должен тогда появиться рений. А вот на титане, вот тоненькая розовенькая полоска. Верхней, при невысокой... А как у вас вода попадет на 10 миллиметров? За счет чего? Да нет, просто испарение. Это небольшой водяной пар, небольшое повышение. Он есть и в воздухе. Воздушная среда, никакого вакуума тут нет, ничего нет. Это дополнительное появление возможности для формирования рения здесь. И при взаимодействии с катодом протонов, это как бы квази-нейтронная линия. А одновременно бомбардировкой электронами тоненькой поверхностного слоя титана можно было бы ожидать, что именно здесь будут возникать электронные пары, которые могут захватываться атомами титана. Но тогда мы можем ожидать на масс-спектрометре появления дополнительных печков. Так вот, как раз на всех изотопов здесь приведена вольфрама 46-й, 47-й, стабильных исходных, 48-й, 49-й, 50-й. У всех есть вот такие печочки, а вот это вот дополнительно, это углеводородный печок. Вот они все есть. Ну, особо видно, естественно, на 48-м титане, которого 73%, поэтому тут вот такой... Ну, мы видим, что вот эти печочки, ну, примерно восьмая часть. То есть, по высоте вот от этого желтого. Синие – это внешне наложенное соотношение природных изотопов, да, вот эти высоты. А реальный спектр вот тут желтенький кончается. То есть, вот этот желтенький дополнительный печок, вот здесь 0,04-0,05 мэва, да, или... Так, а что у вас, получается, отличается от природного? Вот я смотрю, желтые, они отличаются здорово по компонентному составу от синего. Желтые – есть отличие, но не очень здорово. Очень здорово, очень здорово, я вижу. Ну, я вам здесь еще могу сказать, да, есть отличие, но здесь возникает вопрос о том, что могут вот эти вот гидридные добавки быть. Гидридные добавки. Я такую дифференциацию здесь идеальную не проводили, просто она еще требует своей обработки. Ну, это я просто напомнил массу титана, да. Вот, а вот это вот увеличенное, ну, показывает, во-первых, возможности прибора, да. Вот на Титане-46, это где болтается вот этот пик, что это за пик взялся, да. Значит, это пик углеводородный. Ну, а вот эти вот два печка, если их, так сказать, начать различать, ну, я вот поставил здесь вопрос, что либо вот этот можно с NO2 там или, значит, углерод H2O2, да, там, значит, углеводород, или вот этот вот CH4. А можно говорить о том, что это, значит, ЕЕ пары вот с такими, так сказать, делами. Но с учетом того, что на всех абсолютно, на всех абсолютно, и вот эти печки не идентифицируются ни с какими уже углеводородами, значит, мы получаем вывод, ну, возможный, да, вот про вольфрам я уже говорил, посмотрите, когда мы посмотрели область вольфрамовую, то же самое, везде рядом есть вот эти вот печочки, да, причем тут они подальше отстоят, почему они должны быть подальше, я сейчас не буду обсуждать. То есть некие, возможно, в данном случае, возможно, вот на Титане мы идентификацию, дифференциацию от углеводородов провели, а тут мы ничего такого не проводили. Я просто говорю. А у вас, а у вас и справа, вот смотрите, там получается 181, значит, там и справа какой-то получился, не после, а до, и потом хвосты перед этим как-то асимметричные получились, так сказать, у линий. Я еще раз говорю, здесь есть дифференциацию от углеводородов, их они там обязательно есть, обязательно есть, и в области тяжелых это, так сказать, тяжелая работа, а в области легких, так сказать, атомов это проще. Ну и поэтому я просто говорю, что... У вас оттенение основных линий идет в левую сторону, а оттенение дополнительных печков в правую сторону, понимаете, они ненормальные линии. Я не говорю, что они полностью нормальные, я просто показываю, что есть характерные печки, но однозначно утверждать здесь нельзя. Я просто их привел, чтобы показать масштабы вот этих отодвинутых печков. И то, что они идут регулярно на одних и тех же отклонениях, тут на уровне уже к МЭВам, так сказать, к сотням МЭВ подтягивается все это. Таким образом можно сделать заключение. Приращение массы около 0,05 атомных единиц наблюдалось это у титана, у всех изотопов титана. Поэтому нет оснований связывать такое с углеводородными молекулами. Одну из молекул мы там отсеяли. Дальше. Поскольку именно титан подвергался бомбардировке, то такое приращение связано с ожидаемым, ну, по нашему мнению, надо, конечно, еще делать, с образованием Е-пар и их захватом электронными оболочками. Ну, если по соотношениям, грубо говоря, высот, ну, если площадей, то это примерно 1,8 атомов из маленького соскоба. Я, прошу прощения, там в заголовке писал. Это брался, конечно, тоненький соскоб. Вот я там розовенькой частью. Ну, грубо говоря, строгого измерения не было, но соскоб, вот, по мнению Коваленко, не более 100 микрон, а, скорее всего, в области 50 микрон. Это пылинки буквально аккуратные, поверхностные снимались с этого электрода. Вот. Ну, и понятно, что эксперименты целесообразно продолжить. Ну, вот как тут, Владимир Александрович, правильно, что, так сказать, жизнь продолжается. Ну, в данном случае не просто для жизни, а для набора статистики. Набора статистики, конечно, большого никакого нет. И поэтому утверждать вот так безаперационно я ничего не буду. Просто сообщаю, что вот такой первый эксперимент, на мой взгляд, ну, здесь литература, где упоминается, значит, проведено. Поэтому вот последнее благодарим за внимание. Спасибо, Михаил, за интересное сообщение. Я думаю, что у нас времени на вопросы не осталось. Единственное, прошу вас все-таки присоединиться к круглому столу, пообсуждать, конечно, вот ваши спектры. Ну, это уникальный, конечно, спектр, и что за ними стоит, надо подумать и совместно. Обязательно. Приглашаю на круглый стол вечером вас. Давайте, значит, уважаемые коллеги, значит, перейдем. Закройте, пожалуйста, вот эту свою презентацию теперь. Михаил, красную кнопку наверху. Да-да-да, остановить демонстрацию, все. Так, осталось по программе у нас последняя презентация. Это, значит, будет сделано Ириной Борисовной Савакимовой. Превращение свинца в альфрам в плавный газовый разряд. Пожалуйста, Ирина, тебе предоставляется слово. Так, только помогите, пожалуйста. Ирина, значит, смотрите, сначала вы должны запустить эту презентацию у себя, как будто зума никакого нет, а вы просто хотите на свою презентацию посмотреть. Да, открыта презентация. Здорово. Теперь откройте окошко зума, и внизу в окошке зума зеленая клавиша демонстрация экрана. Видите эту клавишу? Вот что-то все время видела, а сейчас не вижу. Надо курсор опустить вниз, курсор мыши опустить вниз экрана. Там тогда это возникнет, вот эта полосочка клавиш управляющих зума. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, все получится. Просто я сейчас полноэкранный режим сделала. Вот он может вам напортить, потому что вы там… Вы видите управляющую панель зума сейчас? Нажмите Escape. Escape нажмите. Нажало. Теперь переместите мышку к низу экрана. Появится меню. Демонстрация экрана. Надо нажать на демонстрация экрана? Да, нажмите зеленую клавишу демонстрация экрана. Нет, демонстрирует, бог знает что. Выберите PowerPoint с вашей демонстрацией. Нет, надо еще, Саш, подожди, надо еще нажать поделиться там клавиша еще. Нет, сначала выбрать. Выбрала. Все. Молодец, все получилось. Слава Богу. И вам тоже. Можно начинать, да? Ну, тут у вас почему-то огромного все размера, так? Ну, может, дальше будет по-другому. Ну, хорошо, давайте. Единственное, что... А, вот я сейчас вижу свое. Ну, вот я уточняю просто, Валерий Николаевич меня как из Подольска. Я уже три года работаю в МИФИ. Вот. Ну, Ир, извините, что я вас Подольска переместил. В МИФИ. Я живу, я это мой родной, почти родной. Вот. Поэтому и работала всю жизнь здесь. Поэтому просто работа представлена от МИФИ. Ну, я хочу подчеркнуть, что начало этой работы с 89-го года, где через неделю после обнародования результата Флейшмана и Фонса началась она. И только исследовались процессы не в электролизе, а в плазмогазового разряда. Извините, у меня такой плохой голос. Слышно меня? Ирина, слышно? Чуть-чуть глуховато. Да, но мы услышим. Услышим. Слышим. Вы мне говорите, когда нужно громче. Думаю, что... Более-менее слышно, Ирина. Не волнуйтесь. Слышим. Хорошо. Значит, с самых первых публикаций было показано, что протекают одновременно реакции синтеза распада и одновременно проводились и ядерно-физические, исследования ядерно-физических процессов, сопровождающих облучение материалов на катоде в неравновесной плазме газового разряда, и исследования изменения структуры облучаемых ионами материалов элементного, а впоследствии изотопного состава. Исследовались также эффекты следы, оставляемые на рентгеновских пленках. За многолетним исследованиям было показано, что образование происходит новых элементов и увеличение или уменьшение содержания примесных элементов. В основном, основные работы проводились на палладе и титане, а на Вольфраме и Уране было показано распад основного матричного элемента Вольфрама с образованием элементов с меньшей массой. На Уране Тория в основном и остальные в меньшей степени, а на Вольфраме, Гафне и Тердии. На предыдущей конференции все работы проводились на подобных установках. Нужно ли рассказывать? Эти установки уже неоднократно демонстрировались. Нужно ли рассказывать всем, что это данная установка? Двойная кварцевая труба с протекающей внутри водой, нержавеющими фланцами. Размер ее между фланцами составлял примерно 350 мм. Расстояние между анодоком и катодом примерно 5 мм. светящееся пятно. Если его видно, это как раз образец. Образец диаметром миллиметров 20 мм. Для паллади толщина обычно была 100-микронная. А для свинца, которым мы сейчас занимаемся, там были уже… Ирин, Ирин, можно я вас остановлюсь на секунду? Толя, можно я… Ты же должен это было замечание сделать. Ирин, вам нужно уменьшить масштаб презентации вашей PowerPoint. Мы видим только одну четвертую вашего слайда. Вот внизу экрана PowerPoint есть ползунок такой, который можно уменьшать или увеличить. Вы куда-то уволите в сторону все время. Мы слайды не видим. Нет, слайд мы хорошо видим. Это ты не видишь. А, это я не вижу. А, тогда извини. Ирина зря уменьшила. Ирина, увеличь, увеличь. Вот так, максимальный. А вот если слайд-шоу покажешь, еще лучше будет. Нажмешь кнопку слайд-шоу. У меня есть кадры, поэтому я хотела бы видеть. Ну, хорошо, хорошо. Давай, так сказать, продолжай. Я не останавливаюсь на установке, да? Ну, понятно. То, что ты сказала, понятно. Единственное, скажи, вот все-таки я смотрю, там импульс на экране осциллографа. Это импульсный ток или все-таки постоянный осциллограф? Импульсный ток. И, значит, вот я в данный момент у меня куда-то делись осциллограммы в изобилии, которые имелись, значит, на токовые, вот последние на свинце. Там от наносекунд до микросекунд импульс. Были очень интересные. Есть видеокадры. Если позволите, то я в вечерней презентации, в вечернем обсуждении покажу, если будет интересно это кому-то. Ну, хорошо. Ты приведи, да, осциллограммки за это время подыщи, потому что вопрос, почему микросекунды, почему наносекунды, почему не миллисекунды? Значит, да, я даже покажу и объясню. А сейчас я тогда перейду. Ну, вот здесь, видите, вот мегагерцные, вот это токовая осциллограмма. Здесь вот видно, что, ну, мегагерцы. Ну, у тебя там развертка 2 микросекунды, да? Да, все правильно вы говорите. Так, ну, вот я хотела подчеркнуть, что... Ну, ладно, потом расскажу. Вот интересное то, что как бы не акцентировалось, вот так мне кажется, что вот изменение содержания вольфрама платины и свинца в палладе после облучения в дейпериевой плазме, вот этот образец 40-часовой был на индукционно связанной, на мастоптометре с индукционно связанной плазмой, проанализировано. И приведены отношения нормированных интенсивностей из-за оттоков вольфрама платины и свинца до и после эксперимента. Значит, что характерно? Вот это 15, здесь вот 12 измерений. Обычно мы вот в последнее время все время делали по 15 измерений, а так от 10 до 25 измерений. Вот эта таблица иллюстрирует, что первое, что количество вольфрама уменьшается. Вот среднее значение, нижняя строчка, она, наверное, хорошо видна. Видно, значит, что это тысячные доли. То есть это означает, что увеличение содержания вольфрама в 370 раз происходит, ну, для всех изотопов практически, для платины уменьшение количества платины в 10 раз для каждого изотопа, для свинца в 50 раз уменьшение для каждого изотопа. А вот отношение нормированных интенсивностей изотопов, что это значит? Значит, это в каждом измерении все массы анализируемые были приведены к единице, и вот вклад каждой массы оценен. Что мы можем видеть? Что вот это один изотопов в палазе привезен просто, что это единица до и после соотношения. А вот, значит, вольфрам, платины и свинец вот так изменялись серьезно. Значит, вот перехожу к свинцу. На свинце, значит, ну, та же установка, те же размеры образца. Ну, вот этот образец там, ну, 44 часа облучался. Размер, вот этот приведенный образец, и это размеры сканов. То есть все это серьезно, то есть мы многократно измеряли, вот видно количество сканов. Каждый скан 6 на 1,5 мм. Диаметр образца 20 мм. Вот это экранированная зона. Значит, это поддержателем молибденовым находилось. Значит, центральная часть – это облученная часть. Это просто пятнышко, это нам метка, чтобы мы знали, где какой скан был. Значит, сканирование проводили и на облучаемой стороне, и на обратной стороне, иногда и ниже лежащего образца смотрели. Подожди, подожди, Ирина, вот если я не понимаю, наверное, и другие не понимают. Что такое скан? Ты нам скажи. Хорошо. Значит, это когда мы в масс-спектрометр вставляем вот этот образец, то лазерный луч у нас сканируют вот таким образом. Вот обозначаем сначала территорию, которую он должен отсканировать. Делаем, ну, нам положим, ну, за один раз мы не больше трех. Это было в разные времена, в разные массы. Вот этот скан, вот этот скан, вот этот вот, он, значит… Это на поверхности такие вот отметины, получается, или внутри? Это лазерная абляция, то есть испаряется, и он вот снимает верхний слой. Но, значит, размер снятого слоя за один раз, ну, вот за… Это получается, что луч сканирует вот трижды даже вот по всему этому объему. За это время проходит 15 измерений. Спасибо, понятно, да. Вот 15 измерений приводятся, и потом вот я среднюю вам показывала, для 12 измерений средняя. То есть в каждом измерении, естественно, отличие. Кроме того, что происходит неравномерное, ну, в зависимости от структуры, происходит неравномерное, ну, негомогенное изменение, так бы, вот состава. Так, вот я диаметр образца оговорила, толщина образца, вот для Паладина, 3 микрона, для Плюмбума 2, и следующий образец был 1,5 миллиметра толщиной. Значит, ну, примерно, вот 5 грамм, 3 грамма. Значит, основной, даже не основной, а наибольший эффект получался в приграничных зонах. Иногда вот в центральной зоне мы могли очень минимальный эффект получать совсем. Ирина, правильно я понял, что вот ты нам показываешь поверхность электрода? Поверхность электрода. Поверхность электрода, поверхность облачного образца. Вот это вот, вот это вот, за то, что за правильным кругом расположено, это экранированная зона. И мы, значит, делаем изменения, и изменения происходят везде. И набрали, вот это вот группа масс, которой мы уделяли внимание. Ну, вот в последнее время на свинце, значит, сканировали вот от, и, значит, вот там от 81 до 210, и брали и большие массы. Ну, это так, если интересно будет. Так, вот в то время, когда шел процесс, вот, ну, абляции, сканирования, как угодно называть, то вот можно было на экране, вот я просто с экрана фотографировала то, что видно. Видно, наверное, вам плохо, но вот что я хочу здесь подчеркнуть. Вот это вот, верхние кривые, это свинец. Здесь это больше 10 восьмой импульсов в секунду. Секунд – это 800 секунд. Вот анализ обычно проходил. Это вольфрам. Вольфрам, который на облучаемой поверхности. На облучаемой поверхности вот он 10 тысяч импульсов в секунду, и то есть за 800 секунд, соответственно… Подожди, вот здесь опять не понимаем. Вот эти импульсы, что они означают? Это регистратор чего? Регистратор изотопов вольфрама. Регистратор изотопов вольфрама, свинца… Вот импульс ты говоришь. Он чем регистрируется, так сказать, что он характеризует? Ну, вот ты испарил этот образец, испарил образец, дальше у тебя поступает… Работает масс-спектрометр, затягивает масс-спектрометр и… Так, 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 так. И ты видишь вот эти импульсы на приемнике? Я вижу эти импульсы… Ну… На спектрометре вот этом. На спектрометре. На экране компьютера. Понятно, понятно, понятно. Это импульсы. А кроме того, программа, значит, счетная, вот по счетам другие строят таблицы. Вот. А я… Это вот картинка, иллюстрация самого главного. То, что вот вольфрам здесь от 10 тысяч импульсов на облученной стороне, а на обратной стороне… А нет, это под облученным образцом. Вот. Это от единицы до 10 импульсов. Секунду. Это на обратной стороне? Вот справа на обратной, или что это такое? Этот образец, как исходный, он был облучен… А, исходный, понятно. Под облучаемым образцом размещен. Понятно. И, значит, вот количество импульсов для свинца, вот это 100 тысяч, 100 миллионов. Количество для… Ну, для вольфрама, я уже сказала, 10 тысяч, а здесь под облученным, как на исходнике, получается он, как исходник. Ирина Борисовна, извините, а это концентрация, или что это? Ну, это реально, да, это вот 100 импульсов, концентрация, считаю. Это то, что получилось, да, это может сейчас концентрация, содержание, да. Продолжайте, Ирина Борисовна. Да, да, да. Ну, на это я не хочу останавливаться, значит, это просто изотопы свинца до и после. Ну, это неинтересная вещь. Вот это вот то, что по нормированным вещам, ну, тоже, так сказать, малоинтересно, они отличаются, но малоинтересно. Но вот сравнение анализа облученной поверхности свинца, а, это в следующем образце, который был вот, ну, меньше толщиной и 22 часа всего, в два раза меньше. Но, значит, сравнение интенсивности содержания вольфрама по нормированным значениям на обратной, на облученной поверхности в 40 раз больше, чем на обратной стороне. То есть это по импульсам, это вот, вот это вот по нормированным, как где там, ну, специфично, там все массы учитываются. А если мы учитываем только по количеству импульсов чистых, тогда в чистом виде, то здесь получается, что в два раза на облученной стороне больше, чем на необлученной. Всего-навсего. Или вот на, если в импульсах, то на 67 тысяч импульсов в секунду больше на облученной стороне. Вот, а по нормированным, значит, в 40 раз. То есть, ну, есть такая специфика, что нам нужно, что мы хотим. Значит, вот, что более реальное. Ну, кто-то, кто-то видит реальное в импульсах, количество импульсов, а мне кажется, что по нормированным значениям, это правильнее, потому что, ну, учитывает все нюансы. Значит, что мы дальше можем сказать? Вот содержание вольфрама в импульсах, с импульсами. Это вот возвращаемся к предыдущему образцу. Значит, по нормированным интенсивностям, значит, здесь среднее по каждому изотопу. сумма изотопов до эксперимента, это было 0,008 процента. А, значит, после эксперимента это 0,1 процента. То есть, вот по нормированным здесь в 11 раз больше, значит, несмотря на то, что здесь 20 вот, 20 часов было. Ну, вот, дальше, что еще у нас может быть интересного? Ну, вот по вольфраму есть... Ирина, у тебя остается 5 минут, постарайся покомпактнее. Больше не отвлекать ни на что. Значит, еще интересное вот по содержанию изотопов с массами 52-57. То есть, здесь входит хроможелезо. Значит, до эксперимента это 0,008, после эксперимента это 0,04. То есть, ну, это так в 52 раза получается. Ну, это показывает о том, что это тьма экспериментов где-то в 11 раз больше, где-то в 3 раза больше, где-то. В общем, обратное, облученное одно число, другое число, там через месяц можно говорить много, но, в общем, факт есть факт. Ну, все-таки, вот ты действительно скажи, вот они пролежали, а потом ты вот померила еще раз. Менялось или нет вот это соотношение? Я бы так не сказала. Я бы так не сказала. Я хотела бы видеть, чтобы менялось, потому что, ну, вот на вольфраме раньше у меня очень изменения были заметны. А на ураник, кстати, не было заметно после экспериментов. То есть, через 2 месяца, 3 месяца, через год никаких изменений не было. Значит, ну, значит, вот в этом случае это как новый виток, предлагаем, гипотеза предлагаемая Тимашем Сергеем Федоровичем. вот что происходит, например, в этих экспериментах. Там, ну, это такая серьезная, в 5 минут не уложишься, и даже в 10 я не смогу уложиться, если это интересно. Ну, и не надо, не надо. Сейчас не надо. Предложите масло. Это на круглый стол. То есть, правильно вот я вижу, что у тебя там вот из того, что ты показывала, по сути дела, не-не-не, последний слайд, что у тебя вольфрам там превращается, или там вот свинец превращается вольфрам. Да, совершенно верно. То есть, так у нас происходит. Понятно, спасибо. Получается, что получается алюминий. Мы тоже видим увеличение алюминия серьезное. Но вот если смотреть другую строчку, то углерод мы не можем оценить, потому что углерода, ну, в общем, везде полно. Ну, да, да, да. Нет смелости такой. Ну, самое главное, что происходит, инициирование искусственных активностей, примесных элементов светового труда. Условки я еще раз. Спасибо, Ирина Борисовна. Вот, ну, мы имеем буквально несколько коротких времени на несколько коротких вопросов. Постарайтесь коротко их излагать, чтобы расширенные вопросы отправить на дискуссию на круглый стол. Вопросов, наверное, там много, и работа интересная. Надо вот, хотя я бы сказал, так сказать, начальной стадии, но еще работать и работать. Пожалуйста, вот, Валерий Николаевич, ты первый поднял. Спасибо, значит, за предоставленную возможность. Ирина, вот два вопроса. Во-первых, из чего были сделаны электроды разрядника? Из молибдена марки МЧВП, все время, ой, высокочистый там… То есть это не вольфрам, это молибден, да? Да, у вольфрама не было. Да, и второй, понятно, спасибо. И второй вопрос, короткий тоже, значит, вот длительность эксперимента. Еще раз, это что, 44 часа разряд у вас там продолжался? Да, ну, я не могу 44 часа сидеть, я, как так сказать, периодически. Что значит периодически? Непрерывно шел эксперимент, а вы только периодически приходили смотреть, правильно? Нет. Или это накапливалось в течение долгого времени? В течение, там, ну, вот дня. Вот сегодня я на 2 часа включила, завтра на 5 часов включила. Вот так. А, и пока не накопится 44 часа, да? Да. Это не специально, это просто в этот момент был… Ирина, Ирина, вот уже объяснения все запутывают. Итак, сегодня 2 часа, завтра 5 часов, всего получится 7 и так далее, пока не наберется 44. Понятно. Вот, и последний вопросик. И еще раз, вот этот разряд, это импульсный разряд. Импульсный разряд. С какой частотой импульсы идут? Значит, у меня есть осциллограф, на котором я могу видеть, значит, пульсации. Вот, значит, я к демонстрации подготовлю и видео, и… Нет, нет, вот сейчас, Кора, ну, какая-то оценка. Не может ответить, а то, что могла, ответила. Все, спасибо. Следующий вопрос. Косарев, Александр. Косарев, Александр, включите микрофон. Микрофон ваш отключен. Мы не слышим… Александр, Косарев. Извините, извините, извините. Ирина Борисовна, чтобы из свинца получить вольфрам, необходим каскад из 4 альфа-излучений. Вы наблюдали альфа-излучение? Я здесь не наблюдала. Я… альфа-излучение я наблюдала только когда работала с вольфрамом. Все, спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, Боб, Гринье, пожалуйста, ваш вопрос. Что изотопе вы видели? Один изотопов. Спасибо, Ирина, за вашу презентацию. Что изотопе вы видели? Вольфрам. Вольфрам. Какие изотопы были? Вольфрам. 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 Один изотопов. Один изотопов. Воhandу, Боб. During the presentation she saw… I couldn't quite say. I couldn't quite say. Okay. So 186… 184. 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 Валентий, Соленос. Валентий, Соленос. Для этого, наверное, должны быть специально подготовленные образцы электродов. Спасибо, Валентий. Практически вопросы исчерпаны. Ирина, большое тебе спасибо за эту презентацию. Она действительно очень интересная. Я надеюсь, ты все-таки продолжишь участие по обсуждению. У меня тоже много вопросов. Я тоже подготовлюсь к тому, чтобы пострашать тебя во время круглого стола. Спасибо большое всем. Мы отработали нашу секцию утреннюю. Валентий Николаевич, ты не хочешь ничего сказать на заключение? Нет, друзья, всем спасибо. Мы сейчас завершаем эту утреннюю сессию. Я закрываю Zoom. И следующее открытие будет в 16 часов. Пожалуйста, приходите. Всем спасибо. До 16 часов.